В 20 лет мальчик бегает за девочкой. В 30 лет этот мальчик девочку догоняет и берет ее в жены. В 40 лет парочка разводится, а после 40 уже девочка начинает бегать за мальчиком. Но уже безуспешно. Таков нехитрый алгоритм взаимодействия мужчин и женщин в разном возрасте. Когда мужчина и женщина уверенно переступают порог в 40 лет, то отношения и все, что с ними связано, гораздо больше нужны именно женщинам. Взрослые мужчины уже ни за кем не бегают, как это делают 20-летние парни. Да и без какой-либо беготни зрелые мужчины уже не хотят вступать с дамами в тесные отношения. Женщин это, конечно же, раздражает, поэтому они начинают обвинять мужчин в безответственности и инфантильности. А иногда дамочки ссылаются на то, что мужчина в физическом плане уже ни на что не способен. Некоторые взрослые мужчины, может быть, и хотели бы иметь отношения с женщинами, но они всеми силами пытаются гнать себя от такой мысли, так как они понимают одну прекрасную вещь. Женщиной крайне сложно построить то, что хочешь ты и то, что тебе будет нравиться. С нынешними женщинами можно либо иметь случайные связи, либо вечно страдать в связях постоянных. Ну а тех мужчин, которые в 40 плюс счастливо живут в браке, можно легко пересчитать по пальцам. Когда взрослому мужчине какая-нибудь дамочка начинает предлагать общение, близость или отношения, он тут же начинает вспоминать то, чем закончились все предыдущие попытки это сделать. И, как правило, это ничем хорошим не заканчивается. Неудачные истории ухаживаний, предательства, расставания и разводы, разделы имущества, алименты и огромное количество негатива, которое слегка перекрывает те немногочисленные приятные моменты, которые случаются в самом начале отношений. Вспоминая весь этот негативный опыт, мужчина приходит к единственному верному для себя решению – избеганию каких-либо тесных контактов с представительницами прекрасного пола. Ведь многие дамы в своем зрелом возрасте не становятся мудрее, они лишь стареют, становясь от этого еще более злыми и еще менее гибкими. Все мужчины, которые отговаривали меня от официального брака, делали это не просто так, а приводили в пример свой жизненный опыт. Любой взрослый мужчина может вспомнить достаточное количество историй, в которых ему насолили или навредили женщины. Но при этом истории, в которых женщины сделали бы мужчину счастливым, либо вообще нет, либо их можно пересчитать по пальцам руки фрезеровщика. Когда в жизни мужчины побывали многие женщины, и молодые, и зрелые, и красивые, и умные, и соблазнительные, и невзрачные, останавливаться на зрелой даме хочется все меньше. Ведь выбирать женщину не первой свежести, когда в твоей жизни уже были молодые красотки, означает делать шаг назад, а значит чувствовать себя не очень хорошо. Это все равно, что пересесть с Мерседеса на Аку, пытаясь найти в этом хоть каплю удовольствия. Конечно, многие дамы вам скажут, да на мужчин 40 плюс без слез вообще не взглянешь, и в некоторых случаях они действительно будут правы. Но мужчины в своей жизни редко претендуют на роли жгучих красавцев. Да и сами дамы отмечают, что в мужчине красота не главное. Чего, конечно же, нельзя сказать о женщинах, которые в молодости привлекают только этим. Когда молодость уходит, испаряется и все то, что мужчину привлекало в женщине. И чем женщина пыталась этого мужчину приманить? Примечательно еще и то, что ничем другим женщина настолько сильно заинтересовать мужчину либо не готова, либо не способна. А когда дамочка твердит, люби меня такой, какая я есть, мужчина громко смеется и предлагает ей попытать счастье в другом месте. Молодой 20-летний парень очень часто живет страстью и желанием эту страсть реализовать. 30-летний мужчина живет с семейными заботами, которые будут с ним до самого развода. А вот мужчина 40-летний и старше, наконец-то может пожить для самого себя. Ведь у него нет особого желания бегать за жгучими красотками. А семью, которую он упорно выстраивал в 30, к 40 годам обычно уже нет. Первое время после развода мужчина может и горевать, и заниматься самобичеванием, и уничтожать себя алкоголем, сгорая от одиночества и чувства вины. Но рано или поздно грусть проходит, а ей на смену приходит большое количество свободного времени, большое количество возможностей, которые можно реализовать для себя и еще больше радоваться жизни. А когда мужчина после всех этих невзгод, связанных с женщинами, наконец обретает возможность жить в свое удовольствие, он уже не только не стремится кого-то себе найти, он просто вынужден начать отшивать дамочек, которые претендуют на его свободу, на его ресурсы и на его новую беззаботную жизнь. Женщины считают одиноких мужчин несчастными, обиженными, в чем-то обделенными. Но на самом деле мужчина, который научился жить для себя, во много раз счастливее той дамочки, которая окружена ухажерами, пускающими на нее вязкую слюну.